добрый день сейчас я хочу сделать обзор еще одного своего рюкзака это рюкзак такой вот брезентовый скажем так вот название у него нет потому что я сшил его сам что здесь может сшила там мой так сказать первый опыт сшития рюкзаков кому получилось что-то получилось что-то не получилось вот с чего он сшит он сшит и было мне несколько кусков разного брезента вот я не знаю сейчас уже не видно раньше они по цвету сильно отличались вот эта основная часть была потоньше вот эти вот и на бока пошли по пожестче вот спинка из пожестче и вниз на них переходит кармашки вот а вот это вот сзади пришита и вот клапан это сумка от сумка чего то ли от рации то ли еще чего-то по моему на на типа вот офицерская но это не офицерская сумка на для каких-то таких вещей то есть вот эта часть была вот так вот сюда перекидывал я ее от порол здесь была кожица она потрескалась воде сложена вот но защелка вот еще осталось и работает не дошел кажется это рвашка вот закрывается на как офицерской чё у нас ну по объему я не скажу сколько он литров я не проверял вот да и мерить честно не охота мне как-то я его как-то выбрал под свои параметры по размерам вот уже дырочки появились за много лет эксплуатации ну вот такой вот она размером вот что еще здесь вот вшито это одну сарай так это я хотел над вниз этого вот в него влазит у меня 10 литровое ведро большое огурцы там помидором возил ну сделал я вы именно ездить на дачу мне надо было вот ну здесь или мешки то конечно хотел сделать поход что-то хорошее ну получилось пригодное ездить на дачу ну вот есть такие ремешки сюда можно дополнительно что-то специально накрест сделал виноваты а так удобно то есть не перечень и перекручивать ну сразу вот большой у нас есть отсек отсюда вы как ведро влазит становится здесь два кармана сюда в принципе появились ну как если в одну литровую банку засунуть он выгибается так вот сюда можно еще допустим не надо много банок вести литровую я могу взять здесь вот по конструктиву есть такие вот кармашки сюда можно ручки удобно класть но ручки я редко вожу но иногда возил вот что еще сюда не знаю ну штук шесть полторашек можно поставить может и двушек даже вот с нижней карманы такие вот делать на кнопочках кнопки это одно из самых дорогих что я купил для него вот стропа в основном бушная но часть купленных это вот купленная вот это это вот какая-то от какой-то сумки ремень пусть он был вот здесь старых сумок ну вот разумеется вот резупцы куплены были что еще но значит здесь такие вот снизу кармашки на кнопочках довольно вместительные но кнопки честно говоря китайские не самые как-то они надежные где вообще у нас городе пара проблема есть мне кажется купить нормальную фурнитуру да и ткани тоже не самые лучшие можно вот здесь на замочках кармашки тоже довольно большие вот они такой странной формы потому что я ошибся с длиной вот этой вот ткани все должны были быть квадратными но того что я просчитался пришлось делать вот такие закругленные ну в принципе она даже и неплохо получилось что он как-то оригинальнее как-то менее топорно и как-то здесь подтягивается когда ну сверху на заклепки и затяжечка затяжечки сейчас какой-то куртки что одна уже порвалась ну здесь уже врывается заклепка но надо сказать что рюкзаку уже 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 девять лет 9 лет это такой хорошей эксплуатации то есть и ездить именно на дачу то есть это походы книг с ним не ходил но на дачу когда там два ведра огурцов иногда по несколько раз поди когда вывозил продукты приходилось ездить то есть таскал в нем по вот как-то металл металлолом мне надо было отнести в нем что-то там килограмм я уж не помню в том году я что-то нагрузил его потом что-то мы взвешали сколько же было ну что-то около 30 килограмм да поэтому на мой взгляд ну то есть он уже где-то зашит вот здесь и пришита анут это пришита нормально или нет вот по-моему здесь она порвалась пришлось вот ставите заплатку ты пришел уже позже да вот это тоже запчасти от этой от сумки ну то есть где-то его периодически зашиваю служит еще верой и правдой вот ну разумеется лямки такие вот это вырезается когда что-то тяжелое носишь особенности на футболку и там зимой еще ничего а вот когда на футболку это уже ручка для этого вот хотелось конечно сделать сюда какие-то утяжки но я что-то как-то не придумал потому что я делал всю вот эту вот часть и основной мешок из одного куска если здесь был шов тут также вот вшили стропу и чтобы сюда поставить полторашку не надо было когда я разрабатывал его ну чё-то я планировалось сделать ремешки вот сюда ты спланировал всего квадратный здесь ремешок вот так вот вот стянуть притянуть можно было полторашку вот ну чё-то как-то я поленился опять же был первый опыт и решили но я сейчас не скажу что это супер и портной но тогда лучше было поэтому она многие вещи шились чуть ли не на руках не мог прошить что-то ну что-то изобреталось вот такой вот на мой взгляд положительно потому что вот он день 9 лет он уже отработал и сколько еще от работает я не знаю то есть ночью нужно вот здесь вот порвалась ткань вот я поставил заплаточку я даже не видно и она получилась здесь ну к месту как усиление вот этих но отрывались и лямки сверху ну подшивал я их вот нитки торчат какие-то но и кажется и пофиг вот единственное вот вырывается сейчас вот это то есть надо будет что-то придумать сюда какую-то ну к этой веревке какую-то штуковину то есть можно по большой просто люверс поставлю больше вот еще еще оказывается на 9 лет мне его хватит не надену не на 9 не надеть ну надолго вот чё еще но то ремешки вот эти ремешки тоже это был уж не чего-то такая стропа типа может даже от каких-то этих не отдавали от этих откреплений лыжных таких детских может быть вот эти вот я купил да если они не по вот эти пришлось один прибивать уже после того как одеты трезубцы вот ну так вот они больше сюда влазит то есть я иногда приходилось и пристегивать сюда допустим еду сдачи там связка укропа в кульке и вот сюда для мешочками я и пристегнул снизу вот то есть ну да конечно сейчас если бы я вышил я бы там не знаю скажем вот эти карманы на кнопках они как-то не практичны потому что из них ну может выпасть банально все что вот кнопку я не помню эту или какую я застегиваю вот она уже растернута вот плохо держит вот но с другой стороны они эти карманы для каких целей что-то так вот сунуть не снимая с этого со спины вот ну то есть я сделал сейчас какие-то утяжки сзади и немножко он получился если набит можно видеть что он получается очень такой большой сильно зад выступает сможет я его сделал бы шире и выше скажем чуток до выше я его точно сделал может быть сумку вот сумка это в принципе на мой взгляд удачное решение то здесь два кармана то есть таких я сюда когда на велосипеде еду сдачи я сюда кладу какие-то инструмент еще что-то положить вот ну сейчас у меня в процессе я сразу так анонсирую есть еще один из брезента я буду шить буду шить уже потихонечку шью ну и для оттаскания всякого такого хлама потому что это немножко мелковато ну и соответственно лямки здесь вот вот я планирую у меня дачник дорывается как дорвется эти лямочки отпороть и пришить сюда лямки от дачника либо если дачник не дорвется я знакомым туристам сказал кто-то будет выбрасывать рюкзак возможно вот есть еще такие варианты вот ну клапан здесь да он есть не как-то не очень может это что он закрывает не полностью сюда подтекать может вода но я вот его делал именно так больше таких вещей таскательных чтобы играть надолго всерьез и надолго ну разумеется и брезент он не самый легкий он довольно такой тяжеленький но не сказать чтобы тому что он увесил но опять же это же не для пеших походов там когда надо 10 дней нести его для дачи на мой взгляд хороший вариант всего доброго вот такой вот рюкзачок можно сшить самому при желании всего доброго